Девчонки, всем привет! Сегодня снова будет влог. Как у вас дела? Чем занимаетесь? Как настроение? Так грустно! Лето уже прям почти заканчивается, но, судя по прогнозам, нас погода должна следующую неделю порадовать замечательными температурными режимами. Будет прям-таки такое настоящее лето! Хочу с вами поделиться. Я ночью всегда перед сном что-нибудь читаю. И вчера мне попалась такая интересная статья психолога на тему игр с ребенком. Я не очень люблю детские игры. То есть, например, когда дочка просит меня поиграть с ней в куклы, для меня это стресс. Я когда беру в руки куклы, вот это вот типа «Привет, я Барби!» Но мне от этого реально как-то вот нехорошо. И я пытаюсь как бы это делать через себя, когда ты что-то делаешь через себя. Но результат соответствующий. Психолог в этой статье так замечательно как-то всю эту информацию разложила по полочкам. И знаете, у меня просто прям как гора с плеч. Я думаю, чего ты насилуешь себя этими куклами, если тебе не заходит? Ведь действительно, мы с ней играем в какие-то другие игры. Мы с ней вместе готовим. Мы там можем что-то построить из лего. И там были примеры разных игр, разных активностей с ребенком. Конечно же, я там нашла игру про еду. Думаю, это то, что мне надо. Я вот сегодня Милушечке предложила вместе поиграть. Она так загорелась, такая «Да, да, да, давай!» Так что сейчас я немножечко подготовлюсь, переберусь на кухню и покажу вам интересную игру, в которую вы тоже можете поиграть со своими ребятами. Мы сегодня с Милушкой решили поиграть в интересную игру, которая называется «Угадай вкус». У нас тут на столе лежит тарелка с разной едой. Милушка наденет маску и будет пробовать и угадывать, что же это такое. Не подглядывай только. Все по-честному. Открываем рот. Первое. Милушка. Нет. Ну-ка давай, пробуй дальше. Вишня. Правильно, это вишня. Я просто не угадаю. Просто это не страшно, если не угадаешь. Это не страшно, если не угадаешь. Так, что же у нас будет следующее? Открываем рот. Сыр. Сыр, любимая Милушкина еда. Открываем рот. Это огурец. Правильно, это огурец. Пробуем следующий продукт. Это будет, наверное, сложно. Открывай рот. Нет, это йогурт. А с каким он вкусом угадаешь? С бананами и куксами. Он с бананом и яблоком. Но мне кажется, яблоко и груша, это, наверное, действительно очень похоже. Открываем рот. Опа! Персик. Нет. Как по-другому называется маленький персик? Ну-ка вспоминай. Абрикос. Абрикос. Следующий продукт. Вишневая. Вишневая конфета? Ну, как будто вишня и клубника. Как будто вишня и клубника? Угу. Ну, так все-таки вишня или клубника? Клубника. Клубника? Да. Ну, как тебе игра в угадайку? Да. Класс. Будем так еще с тобой играть? Да. Мы сейчас, кстати, отправляемся в гости к моей свекрови вместе с Милушечкой. Они соскучились друг по другу, поэтому сейчас быстренько отвезу ее. И у меня будет время, что? Мы поедем к бабушке Таня, которая папина, мама же. Ага, ну, все правильно, да? Видимо, Милушка понятия свекрови пока не понимает, но и не надо. Поэтому у меня будет свободное время для того, чтобы спокойно собрать чемоданы. Потому что буквально уже завтра мы отправляемся в путешествие. Милуш, куда? В Сан-Сибург и там, приходит, есть большой глубокий бассейн. И там даже будет большой и глубокий бассейн. Придется нам собрать мои новые клубники, а круг надо еще купить. Ну, круг купить обязательно, да. На улице, кстати, такая классная погода, настоящее лето. И нам, кстати, очень сильно должно повезти с погодой в Питере. Там будет по 29 градусов. То, что у нас в этот раз будет отель с бассейном, мне кажется, это прям вот идеальный вообще вариант. Мы забронировали отель, в котором я была очень давно. Я мечтала, что когда-нибудь попаду в него снова. И вот мечты сбываются. Да, конечно, выехать от свекрови голодной, это задача просто неисполнимая. Я натрескалась так, что просто не могу дышать. Съела невероятно вкусный плов с бараниной, потом блинчики с клубникой, сверху чай. В общем, красота. Жить вблизи с родственниками, это дело хорошее. Все-таки я считаю, жить нужно каждой семье по отдельности. Но желательно, чтобы это было, знаете, вот так, в рамках примерно одного района, микрорайона. Это реально очень удобно, потому что можно как-то и почаще видеться. И при этом у каждого есть свой дом, свой быт. Но при этом вот эти вот семейные связи реально гораздо легче реализовывать, когда вы живете не за 3-9 семей друг от друга. И моя мама, и моя свекровь, они мне очень сильно помогают с Миланьей, потому что живи бы мы там гораздо дальше друг от друга, это было бы все реально сложнее. Заехала в фикс прайсик. Хочу нам сейчас в дорогу купить всякие такие полезные штучки, типа влажных салфеток, мусорных пакетов. И хочу еще посмотреть какие-нибудь милые новенькие игрушечки для Милушки, потому что дорога все-таки долгая. Ну, вообще, дорогу она у нас переносит достаточно спокойно. Но желательно подготовиться и чем-то ребенка развлечь. Ну что, дочка в гостях. Самое время начать заниматься подготовкой к завтрашнему отъезду. Самое главное в приготовлениях к отпуску – это внутреннее состояние мамы семейства. Поэтому уже вчера ноготочки на руках я сделала. Через 15 минут меня ждет мастер на педикюр. А дальше вы думаете, я буду собирать чемоданы? Нет. Я хочу поехать в бассейн. И я понимаю, что отчасти это, может быть, звучит как некое ребячество. Типа у тебя есть важное дело, давай делай его. Но я для себя поняла, что я не могу ничего делать через силу. Более того, я уже примерно понимаю, что какие чемоданы я беру, какие вещи я беру, какие вещи мне нужно постирать и посушить. И, соответственно, лучше я займусь собой и своим внутренним состоянием. Потому что, например, в последнее время я без плавания вообще практически не могу. Если я в день не поплаваю свои полкилометра-километры, я просто физически себя плохо чувствую. Плюс все-таки поездка на машине, она длительная. Я завтра там вообще вся отеку и превращусь в какой-то невероятный пончик. Поэтому сегодня, вместо того, чтобы сходить с ума и идеально складывать чемоданы, я лучше займусь собой. Но перед тем, как убегать, давайте я вам покажу, что я набрала в фикс-прайсе. Слушайте, ну это смех, конечно. Я шла за влажными салфетками и парочкой игр для дочки. В итоге набрала столько всего. Какие-то вот такие взяла IQ-карточки. Карточки с логическими заданиями, которые научат малыша полезным навыкам. Супер в дорогу. Еще нашла какие-то вот такие карточки. Прочитай слоги. Мы сейчас активно с Милушечкой приступили к изучению чтения, потому что все буквы она знает хорошо. Но вот именно складывать их в слоги пока что учимся. Тесто для лепки. Ну, за эту вещь нас, конечно, папа будет ругать. Руслан каждый раз, когда видит, что у нас в машине лежит кусок пластилина, он просто в шоке. Говорит, как ты можешь ребенку разрешать носить пластилин в машину? Она мне там дверь уже напачкала. Но, знаете, я отношусь к этому так. Вот опять-таки водитель в дороге должен быть спокойным. Поэтому если ребенок хочет играть в пластилин, и при этом он будет спокойно себя вести и молчать, лучше так, лучше я потом на мойке отмою эту дверь, чем буду ехать и всю дорогу нервничать от того, что ребенок заставляет нервничать меня. Еще какую-то интересную нашла. Это называется папка. Папка на молнии А4. Но я подумала, что я как раз вот в эту папку спрячу все игрушки в дорогу, и где-нибудь там на втором-третьем часу поездки, когда Мэл начнет скучать, я из багажника, так сказать, достану какой-нибудь ей интересный подарочек. Коллекционная игрушка Disney. Там внутри должна быть какая-то принцесса. Игрушка-предмет игрового обихода из полимерных материалов сквиши. Я так понимаю, это что-то мягенькое. Там должен быть какой-то персонаж из холодного сердца. Такие вот альбомчики. Мне кажется, практически всех детей успокаивает. Клеить наклейки. Одни с сердечками, другие вот с такими мордашками. Набор с тремя котами. Здесь есть такой светоотражающий браслет. Мне кажется, тоже классная штука. И последнее, по-моему, из детского, что я взяла, это вот такая вот картина из пайеток. Тоже принцессы Диснея. Здесь у нас Жасмин и Абу. Но и из хозяйственного полезного, зачем я, собственно, шла, это, конечно же, вот эти вот салфетки дезинфицирующие, которые с 30% спирта в машине. Это просто вот супер необходимость. Еще я взяла влажную туалетную бумагу. Была вот такая только детская. Но тоже полезная штука. В дороге, на всяких там автозаправках. Вот лучше это все брать с собой. Еще одна пачка влажных салфеток. Они всегда быстро улетают. Потому что, как только мы садимся в машину, начинается. Даже если все были объеты и такие, ой, давайте заедем туда, давайте заедем сюда. Все равно мы там берем обычно с собой какие-то фрукты в дорогу. В общем, руки пачкаются только так. Поэтому салфеток нужно брать побольше. И также я взяла вот такие вот бумажные платочки. Не скажу, что это безумно полезная вещь. Но вот вы знаете, лучше, чтобы они были. И в сумочку положить, и в рюкзачок дочки. Вот иногда прям надо в сию секунду. Так что полезная вещь. А, и еще я шла вообще за вот такими вот пакетами для мусора. Потому что опять-таки едешь в машине, начинается, давай перекусим одно, давай второе. Салфетки, бумажки, огрызки, банки, кофейные стаканчики после заезда на заправку. И вот это вот все валяется. Так что обязательно беру с собой вот такие штучки. И по пути в дороге, опять-таки на тех же заправках, все это выбрасываем в помойку, чтобы в машине не было вот этого сущего бардака. Хотя после того, как на дальняк в машине съездишь с ребенком, в машине просто ад. Я тут даже вспоминала, в Питере, в торговом центре галерея, есть мойка машин снизу. И она достаточно дорогая. Мы в прошлый раз отдали за машину то ли 2 500, то ли 3. Но это дорого, даже по меркам Москвы. Но они так помыли машину. Это была не мойка. Это был, мне кажется, детейлинг. И вот я шучу. Мне Руслану говорю, Руслан, ну что, мы же заедем на эту мойку. Он говорит, на ту, да, да, конечно. Так что можно немножечко напачкать в машине, чтобы зато потом увидеть вот такой вот контраст со свежеотмытой машиной. Так, девчонки, я побежала на педикюр. Потом я, наверное, все-таки действительно постараюсь проехать до своего фитнеса, потому что я реально, если я перед завтрашней поездкой не наплаваюсь, я просто физически буду себя плохо чувствовать, потому что все-таки срок уже большой. И к лимфодренажу, варикозу и прочим вещам, знаете, нужно относиться уже как бы посерьезней. Потому что это... Чайнишу шнадцать лет. Я вот даже между этими двумя беременностями, да, то есть Милушка и сейчас, я понимаю, что сейчас я себя... Я себя не то, что чувствую хуже, но я понимаю, что мне приходится прикладывать больше усилий, чтобы чувствовать себя нормально, скажем так. Так, все, побежала, а то будет ругаться на меня мастер, что я опаздываю. Если у меня останутся силы на сегодня, покажу вам еще сбор чемоданов, как это все происходит. Но с другой стороны, там особо ничего интересного, да, берешь чемодан, складываешь вещи. Единственное, что Милушка очень хочет у бабушки сегодня остаться на ночь, поэтому, собственно, если она сделает именно так, у меня будет практически полночи, чтобы спокойно, без шума и пыли собраться и никуда не торопиться. Но, если все-таки у меня не будет сил на это, я с вами тогда заранее здесь попрощаюсь. Хочу сказать вам огромное спасибо, что вы у меня есть, что мы с вами можем общаться. Мне безумно приятны ваши комментарии и под видео с моего дня рождения, и по предыдущему влогу. Тогда, наверное, получается уже до встречи в питерских влогах. У нас еще нет никакой программы по Питеру. Будем ориентироваться на... Чего с утра в голову придет, то и будем реализовывать. Вот, девчонки, такие дела. Все, до самых скорых встреч. Люблю, целую. Пока-пока.